Переходим к третьей части нашей сегодняшней лекции. Мы с вами дошли уже до некоторых простых примеров применения, не самых простых, конечно, нетривиальных примеров применения байсовского подхода к реконструкции некоторых знаний о системе. В данном случае система автоматически с помощью алгоритма смогла реконструировать те знания, которые человечество в течение 70 лет накапливало по конкретно отдельно взятому процессу, связанному с работой иммунной системы человека, отдельным процессом. Естественно, что не только алгоритм, еще тут огромную роль играл сам метод, который позволяет вам делать массовые измерения происходящего внутри клеток процесса и использовать эти измерения для того, чтобы строить некоторую вероятностную модель того, как устроена клетка, то есть что является причиной, что является следствием. И самое главное, что появились способы еще и воздействия на клетку, то есть не просто по мере, что в ней происходит, посмотреть, а еще как-то ее пощупать, потолкать, потрогать и таким образом увидеть некоторую реакцию. И уже используя эти реакции, как в примере приведено, понять, например, что от чего зависит в этой сети. Вот такой простой пример, пока еще не искусственный интеллект, но уже машинное обучение, то есть машина, которая смогла извлечь некоторые данные, некоторую метаинформацию о системе только на основе данных, без каких-то подсказок. Вот, но это все-таки пока еще такие научные исследования. Да, теперь ближе вот к практике, да, то есть непосредственно мы инженеры, нам интересно, как все это можно реализовать. Вот, значит, есть намного меньше пакетов, чем для обычной логики формальной. Есть отдельные вот инструменты, которые позволяют вам как раз заниматься этим вероятностным, не будем называть его программированием, да, вероятностными задачками, то есть строить модели вероятностные, брать данные и на основе этих данных получать некоторые распределения вероятности на выходе, либо там где-то внутри вашей модели. То есть вы можете отмечать, что у вас вход, что у вас выход, подгружать некоторые данные и на основе алгоритмов вот этого вероятностного вывода получать некоторые оценки по неизвестным величинам вашей модели. Значит, один из пакетов это PyMC, PyMC-3 уже даже. Значит, было PyMC, было PyMC-2, значит, появился PyMC-3, который больше ориентируется на Python-3 уже. Есть еще PyMC-4, который немного отличается. Но там, так или иначе, есть целое семейство пакетов для вот этих моделирования вероятностных систем под таким общим брендом PyMC. Значит, есть еще один пакет STEM, который, ну, по функциям, может быть, где-то на одном уровне вместе с ним, ну, по крайней мере, авторы этого пакета удверяют, но он больше ориентирован на C++ за счет своей скорости. Опять же, вспоминаем, что вот эти вероятности метода, они очень трудоемкие. Даже в сравнении с текущими мощностями компьютера, они являются очень-очень тяжеловесными. То есть очень сильно потребляют ресурсы. Вот поэтому такие вот два пакета STEM полностью на C++. У него там свой какой-то собственный язык. Есть еще более специфические программы. Например, на... Да, ну, ладно, не будем это углубляться. То есть есть... На самом деле, самое интересное, что все эти пакеты, они пока еще такие немного сырые. Они еще пока только-только выходят из такой колыбели научной мысли. То есть их пишут энтузиасты, ученые, там, университетские сотрудники. Вот. Но вот уже пакет по AMC, он уже такой неплохо выглядит уже и для промышленного применения. Хотя, конечно, вот мои личные эксперименты пока не очень удачные. То есть вроде в примерах все красиво написано, да, начинаете вбивать примеры, то там ошибка вылезет, то здесь что-то не срослось. То есть пока еще такая, ну, достаточно не очень хорошо проработанная область. Но опять же за счет того, что развиваться она начала только недавно. Теоретические основы очень давно заложены, там, больше ста лет назад. Вот. Но чисто с учительных, с точки зрения вычислительных мощностей, да, только недавно появилась возможность все эти эксперименты проводить в реальности. То есть натурные эксперименты делать. До этого только теоретические исследования могли быть. Либо на каких-то очень маленьких моделях, которые, ну, не всегда интересны. Вот. Соответственно, по AMC это один из пакетов, которые включают в себя, как некоторое современное средство, да, Python. Python как язык, довольно современный инструмент. В нем огромное количество библиотек, возможностей, возможности интеграции, там, в любую коммерческую систему. Вот. И на базе, на ее основе, да, вот, выпущен пакет по AMC, постоянно выпускается довольно активно, который позволяет вам описывать вероятностные модели. Вот. Ну, просто пройдемся сейчас по некоторому такому туториалу, который позволяет вам реализовывать различные эксперименты, да, на основе экспериментов, получать некоторые оценки по тому, как устроена ваша вероятностная модель на основе данных. Значит, тут кратко описывается, какие методы используются, да, то есть у них основа – это тот метод Монте-Карло, да, на основе вот этой дополнительной модели, которая позволяет вам значительно ускорить классический метод Монте-Карло перебором. Соответственно, ну, там не только этот метод, есть и другие методы, вот, но они вот используют его, то есть в основном у них NATS, сейчас наиболее популярный, якобы самый быстрый из тех, что сейчас существует, за счет, просто, по-другому, что он самонастраиваемый, в отличие от классического метода Монте-Карло на основе Гамильтониану, да. Соответственно, какая-то информация дается здесь по алгоритмам, но особенность этого пакета в том, что вам, может быть, не так обязательно знать в деталях, как устроен этот алгоритм, потому что вам его не нужно реализовывать, он уже реализован в этом пакете. Другой вопрос, что, конечно, хорошо бы понимать, как он устроен, потому что нужно некоторые метапараметры все-таки в нем задавать. Вот, но это отдельный вопрос. Пока вот совсем автоматического не получается. Вот они упоминают этот пакет стэн другой, да, который тоже, по идее, включает в себя этот алгоритм NATS, вот, или якобы каких-то других примеров они не могут найти. Что, значит, тут еще стоит про него сказать, да, что, несмотря на то, что пакет для Python позволяет, значит, он основывается на библиотеках других, таких как Tiana, NumPy, Skypey, которые позволяют вам, например, неинтерпретируемый код выполнять, да, при ваших экспериментах, которые очень-очень трудоемкие, а использовать, по сути, C, язык C, который лежит под этими библиотеками, вплоть до того, что генерировать по вашей модели некоторый C-код, его запускать на расчет. То есть это вот одна из особенностей по MC3, что это не чистый и чисто Python библиотека, это библиотека, которая, по сути, делает некоторый припроцессинг, то есть кушает ваши исходные данные и затем запускает более эффективный инструмент, такой как язык C, для того, чтобы ускорить вычисление. Значит, библиотека с открытым исходным кодом, с очень демократичной лицензией, то есть можно ее легко встраивать в любой коммерческий продукт, не боясь, что к вам потом придут и выставят вам иск. То есть достаточно активно развивается. Ну и самые простые примеры здесь приводятся. Линейная регрессия, самый простой. То есть у вас есть некоторая случайная величина y, есть некоторые величины на входе x1, x2, и есть зависимость того, как y зависит от x1, x2. Такая очень общая постановка задачи, задача линейной регрессии. То есть найти параметры bt1, bt2, такие, что случайные величины на входе дают вам некоторый результат на выходе с двумя параметрами. Параметр mu – это, по сути, если представите себе нормальное распределение, это некоторая такая шляпа ее называемая. Можно даже сейчас попробую посмотреть, если вы не помните. То есть это некоторая формула, описание того, как у вас есть некоторое центральное значение, наиболее вероятное, находится у вас в центре, и есть отклонение от него. Соответственно, чем дальше вы отклоняетесь, тем меньше вероятность получить такое значение. Где-то оно совсем к нулю приближается. Соответственно, есть параметр, вот этот nu и sigma. Nu – это, по сути, центр вашей шляпы, где она находится при nu – минус 2, а ваша шляпа уезжает сюда, в сторону. Вот она у вас, минус 2. И sigma – это разброс. То есть насколько широко у вас разбрасываются значения. Соответственно, это некоторая модель распределения вероятности вашей величины. Соответственно, в таком пакете вы описываете набор случайных величин. В данном случае это x1, x2 и y. Все они имеют определенную модель распределения. В данном случае это модель нормального распределения, то есть как вот эта шляпа. Могут быть другие модели. Например, экспоненциальное распределение. То есть оно уже другое совсем. То есть у вас наиболее вероятное значение 0. И дальше по мере увеличения оно начинает падать. То есть есть целый набор распределений вероятности, который позволяет вам описывать, задавать некоторую модель, вероятностную модель вашей величины. То есть какие значения у нее более вероятны, какие менее вероятны. То есть есть равномерная, агрофмическая и так далее и тому подобное. В том числе нормальное распределение. То есть этот пакет, он включает в себя возможность моделировать такие величины случайные. И второе, что он может, он позволяет вам описывать зависимости между величинами. Например, вы можете сказать, что вот это new, который является параметром нормального распределения, будет зависеть от вот этих величин x1, x2. То есть сам параметр вероятности модели будет являться некоторой случайной величиной, зависящей от двух других случайных величин. Ну, new – это середина вашей шляпы, то есть где она у вас расположена. Здесь, здесь или здесь. По сути, параметром, по сути, вот то, где она будет расположена, эта шляпа вашего распределения y, зависит от того, чему у вас равны x1 и x2. То есть представьте, что у вас есть сенсор, ну, например, вы подаете x1, x2, да, хотите определить, а где, каким будет y. Или наоборот, вы измеряете y, хотите узнать, каким будет x1, x2. То есть чтобы это сделать, вам нужно знать, чему равно β1, β2. Отдельная задача может быть, например, еще и определение этих параметров. Если вы можете, например, пошевелить x1, пошевелить x2, измерить y, и дальше использовать эти данные, для того, чтобы определить, чему равно b1, чему равно b2. То есть такая задачка реконструкции системы. Соответственно, вот что из себя представляет вероятностная модель. Дополнительно задается еще распределение самих параметров, то есть наиболее вероятное значение. То есть тут предполагается, что есть некоторое приорное понимание. Ну, мы ничего не знаем про систему, поэтому мы просто говорим, что, наверное, пусть она будет равно нулю и там с разбросом в 10. То есть от минус 10 до 10, условно говоря. От 0 до 1, то есть от минус 1 до 1 и так далее. То есть задавая тоже модель вероятности для некоторого параметра, альфа, бета 1, бета 2, который вы хотите найти, вы тоже можете, например, определить некоторую приорную информацию, чтобы, например, ускорить поиск решения. Вот, соответственно, тут рассматривается пример того, как такая задача может быть решена. То есть первое, просто генерируются данные, пока без каких-либо вероятностей, просто берется стандартный пакет MMP и там задаются значения параметров вот этих, которые мы якобы считаем неизвестными, да. Но в результате этого туториала мы вот подтвердим, что система может их обнаружить. Задача посуществует в том, что алгоритм должен найти вот эти значения параметров неизвестные, о нашем мире неизвестные. То есть здесь они просто при генерации данных просто задаются, и дальше генерируется некоторый случайный процесс по вот этой вот зависимости. И формируется величина Y. Это, по сути, тот пример, да, что вот X1, X2 – это то, что вы пошевелили, а Y – это то, что на выходе получили. То есть то, что измерили с помощью сенсора. Задача – реконструировать внутреннее состояние, то есть альфа, бета-1, бета-2. Так как эксперимент нами придуман, то мы их ручками задаем, и всегда сможем проверить, что они соответствуют действительности. Примерно вот так это выглядит, то есть величина X1, и как от него зависит Y. Величина X2, как от него зависит Y. То есть такое вот случайное распределение. Но при этом обладающее некоторой регулярностью, что оно таким образом направлено. Ну, за счет того, что у вас бета-1, у вас одна бета-1, вторая 2,5 – два раза больше. Поэтому, естественно, что Y растет здесь гораздо более резкий, чем здесь, например. Ну, тут еще данные немножко другие, то есть тут в два раза больше данных, ну и так далее. То есть это просто некоторый набор данных, на которых мы будем рассматривать дальше, как устроен этот алгоритм. Не как устроен, а как пакет работает с этими данными, чтобы извлечь информацию о значениях альфа, бета-1, бета-2. Значит, основой PIMC является модель. То есть вы создаете некоторый объект модели, и дальше в рамках этой модели, там есть по этой специальной штуке, называется управление контекстами, то есть вы говорите, что вы все, что дальше, все, что будет с отступом, будете выполнять в контексте вот этой модели. По сути, это будут некоторые поля этой модели. Соответственно, здесь у этой модели каждый задается набор переменных случайных, задается каждая переменная модель, тоже является частью пакета PIMC. Моделей на самом деле там много, не только эти, которые здесь, то есть не только нормальное распределение, там экспоненциальное, и можно свое собственное создать. То есть это система расширяемая. Ну, тут для примера берутся некоторые стандартные модельки нормального распределения. Формируется случайная величина, зависимая от других величин, то есть есть независимые величины, независимые величины. Термины из теории вероятности. И формулируются некоторые измерения, которые вычисляются на основе вот этого скрытого параметра. Ничего сложного нет. По сути, то, что вы описываете математически, вашу модель с помощью этих пяти уравнений, то же самое вы описываете и здесь, только в немного другом синтаксисе. То есть тоже нормальное распределение, тоже параметры, тоже связки между случайными величинами. И дальше, собственно, расчет. То есть у вас есть выходы, мы их сгенерировали. У вас есть входы, x1, x2, тоже мы их сгенерировали. Как их рассчитать? Вот есть два метода. Тут предлагается метод MAP, максимум, апостериори, probability. То есть метод максимальной вероятности. Он не дает вам распределения вероятностей, то есть он выдает вам максимальное значение. То есть максимальное значение будет здесь. То есть он не дает вам параметров. Он дает только наиболее вероятные значения. Вернее, дает наиболее вероятные значения параметров. А сами параметры тоже являются случайными величинами, у них тоже есть некоторые распределения. Вот. Это метод MAP, и он, соответственно, есть специальная функция FindMap, которая позволяет вам посчитать наиболее вероятные значения. Ну, в целом, кое-что он смог найти. То есть он смог обнаружить как минимум альфу, что она равна единице. Если там проверить, она не сетна равна единице. Где-то здесь у нас было. Так, альфа, 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 альфа. У нас вот она, да. То есть он сказал, что она единица. Ну, а действительно единица, альфа. Соответственно, то же самое для остальных. Получается, что, о чем здесь говорится дальше, что он недостаточно эффективен, считает только экстремум, то есть не выдает полное распределение вероятности. То есть альфу хотелось бы видеть, как, в принципе, распределены вероятности для этого параметра альфа. Потому что если у вас такое распределение, то вам достаточно максимум узнать, где. Потому что это наиболее вероятно. Но если у вас вот такое распределение, то вам бы, наверное, хотелось знать, что оно будет таким. Тут как бы максимум можно где угодно выбрать. Может быть, и здесь, и здесь, и здесь. Они все примерно равнозначны. Поэтому поиск только максимума, он не всегда является желанным. Желательно установить полностью это вот распределение. Вот, и для этого как раз предлагается использовать метод NATS. Немного по-другому он устроен. Значит, ему, например, нужно задавать некоторые метапараметры, некоторые начальные состояния, то есть давать некоторые подсказки. Вот и рекомендуется сначала найти некоторый максимум, исходя из него уже давать подсказки. Вот, после чего, в принципе, тоже запуск на моделирование, то есть на некоторые, по сути, некоторые пробные, по сути, некоторая прозвонка вашей системы. Нажимаете количество экспериментов, запускаете, он начинает их прощупывать, да, и на выходе формирует вам так называемую трассировку, то есть распределение вероятности на выходе. Ну, на самом деле, по всей вашей модели. Распределение вероятности по всем величинам, которые вы не задали в качестве входных или выходных. Соответственно, здесь потом можно это все визуализировать. То есть альфа, помним, мы ее задали единицей, да, после определенных экспериментов мы увидели, что вот такое вот распределение. То есть оно действительно нормальное, нормально распределено, но при этом, да, немножко смещенное. То есть изначально все-таки в огрешенности одного было, да, вот у нас ехало 0,9. Но, тем не менее, с определенной погрешностью смогла обнаружить. То же самое для бета, то же самое для сигма, причем для бета есть еще реконструировало, что у одного чуть меньше разброс, у другого чуть больше разброс, соответственно, она как бы расползается в равные стороны. То же самое для сигмы, да. То есть во всех случаях, в целом, мы получили какой-то осмысленный ответ, что альфа, ну, да, она вот в реальности здесь, реальное значение, да, то есть шапка вот так смещена. Но в целом это не минус 100, там не минус 1000, то есть это почти угадала система. Да, все эти методы Монте-Карло, они, естественно, приближены, то есть это не точное, не аналитическое решение, поэтому, естественно, что в этих методах всегда будет некоторая погрешность. Вот. Ну, то, что система смогла, в принципе, реконструировать только на основе данных, реконструировать значение параметров, это довольно интересная такая интеллектуальная работа, которую она провела, обработав эти данные. Естественно, что ни один человек вживую просчитать все это, скорее всего, не смог бы. Ну, просто плюнул где-нибудь посередине или в самом начале. Вот. А есть при этом готовые алгоритмы, которые позволяют вам это производить. Что еще тут интересно? Вот другой интересный пример, который они рассматривают. Это пример, связанный с финансовыми рынками, то есть прогнозирование некоторой волатильности. То есть у вас есть, скажем так, котировки определенные. Ну, здесь они преобразованы к так называемым возвратам, то есть это разница между, в котировках между предыдущим днем и текущим днем. Соответственно, у вас вот есть такое понятие, как волатильность. То есть чем больше разброс, тем больше волатильность. Разброс как разница между окончанием предыдущего дня и текущим днем. То есть сколько за сутки, куда за сутки ушли котировки. Вот. И здесь пример приводится, что финансовый кризис мировой, волатильность резко выросла. Соответственно, стоит задача реконструкции некоторого внутреннего состояния этой системы, якобы финансовой системы, мировой, для того, чтобы получить график вот этой волатильности во времени. Вот. То есть представьте, что вы строите какого-то алгоритмического робота и хотите оценить, насколько сейчас волатилен рынок. То есть вы вводите некоторый виртуальный параметр волатильности. Вот они тут его отмечают, да, что есть некоторый параметр волатильности. Сейчас где-то какой-то из них, да, Y, это у вас разница между выходами, то есть между котировками предпрошлого дня и текущего дня, да, он с некоторым разбросом происходит, да, при этом есть у вас модель распределения вероятности, это Student Distribution, скорее всего, знакомые вам с физики. Это некоторое обобщение тех шляп, которые мы с вами смотрели. То есть при разном назначении параметров у вас либо больше, либо меньше становится разброс. Соответственно, моделируют волатильность вот с помощью вот этого V и есть еще параметр A. Ну, вот по сути параметр S это как раз и есть, скорее всего, разброс в этом алгоритме, в смысле не в алгоритме, а в вероятностях, да. V это скорее приземленность шляпы, то есть у нее бесконечные хвосты или обычные. Вот. А последний параметр это, я так понимаю, как раз ваша волатильность. Соответственно, сама волатильность моделируется тоже как некоторый вероятностный параметр со своим каким-то разбросом и при этом есть еще параметр V это непосредственно точка, вокруг которой происходит разброс. Может, как раз таки V является волатильностью, надо подробности, чуть подробнее. А, ну вот, собственно, процесс, да, скрытый. Так. Да, вот S это у вас как раз есть волатильность, которую моделируют, которая является выходом системы, то, что вам интересно узнать о системе. То, что вы не можете напрямую измерить, да, вы можете только оценить. Вот. Она является как раз результатом работы алгоритма. То есть алгоритм должен по значениям выходов определить, чему равна вот эта вот волатильность. При том, что некоторые параметры у вас заранее задаются как некоторые фиксированные, некоторые эмпирические величины. В принципе, все то же самое. Ну, тут единственное, что данные уже не генерируются, они просто загружаются. Реальные данные котировок. Что они тут? Дальше тоже создается модель. Используется уже немножко другая модель вероятностная, то есть экспоненциальное распределение. Используется другая модель тоже случайного распределения, рэндом гауссин, то есть двигающийся. То есть не просто шляпа, а шляпа, которая буждает случайным образом. То есть она не нестационарная. И при этом соответственно описывается некоторый процесс, который зависит от этой величины. То есть у нас в исходной модели мы не напрямую случайную величину использовали, в нашей модели выхода, а мы использовали некоторую функцию от случайной величины. И вот для того, чтобы это описывать, есть специальный класс детерминистика, что здесь никакой уже нет случайности, просто берется значение и преобразовывается. Но при этом оно учитывается уже в общей модели. И есть выход системы, тоже в модели некоторого распределения с некоторым набором параметров. При этом вы для нее описываете, что это некоторая наблюдаемая величина, соответственно, по ней вы будете судить о том, что происходит в системе. Это ваши глаза, ваши уши. Вы через нее видите, что происходит, а дальше ваша задача вот эту модель оценить и извлечь некоторые значения параметров. Тут ничего волшебного нет, все то же самое. Сначала делается некоторое стартовое состояние через FindMap, потом запускается алгоритм NAT, создается экземпляр и, соответственно, запускается сэмплирование. И дальше просто результат. Тоже видите, произошло некоторое оценивание параметров ню, параметров сигма наших случайных величин, где сигма является как раз-таки той самой волатильностью, которую мы пытаемся реконструировать. И здесь они просто накладывают уже результат. То есть модель построена, определены параметры и дальше можно в целом построить, исходя из данных, построить тоже некоторый случайный процесс, который будет описывать вашу волатильность в разные моменты времени, то есть по разному набору данных. То есть вот достаточно неплохо они построили эту волатильность. То есть анализируя эту модель, то, что вы из данных получили, да, те параметры, вы можете в принципе оценивать, какая сейчас ситуация на рынке. То есть будет ли какие-то сильные движения или нет. И использовать дальше это вашей по фине алгоритмического робота, например, вы пишете, который будет знать, что сейчас ситуация волатильна и не стоит сейчас, например, высовываться. Либо наоборот, если вы спекулянт, то сейчас самое время зарабатывать, потому что движения очень большие и есть возможность хорошо заработать на этом. Следующий пример уже такой достаточно интересный именно с точки зрения причинно-следственных связей, поиска причинно-следственных связей. Ну, здесь на самом деле еще не поиск, здесь всего лишь определение момента времени, когда произошло некоторое структурное изменение в системе. То есть рассматривается пример, когда количество аварий на рудниках в Великобритании и, соответственно, есть предположение, гипотеза о том, что в определенный момент были изменены правила безопасности, техники безопасности на рудниках, что кардинальным образом повлияло на количество аварий и катастроф происходящих на рудниках. Вот, и в данном случае такое упражнение найти момент времени, когда это произошло. То есть из литературы известно, когда это произошло, да, но вот хочется попробовать, чтобы система сама догадалась, когда это произошло. Вот, здесь немного отличается модель от тех, которые до сих пор рассматривались. Значит, тут, ну, тоже данные, ну, тут просто на самом деле по годам, поэтому за там за сто с лишним лет просто руками вбиты некоторые данные, плюс есть такая особенность в этой модели, что некоторые данные, например, неизвестны, да, поэтому просто они заполняются некоторым значением, которое означает, что значение неизвестно, да, то есть пропуски данных, есть некоторые. Здесь как бы ничего нового нет, просто еще один способ задания данных, как некоторый массив. Собственно, вот модель, то есть есть распределение вероятностное, то есть вероятность катастрофы или аварии от времени, то есть от момента времени, от кода, когда это произошло. Соответственно, есть определенная вероятность то есть полоса антитекта распределения, можем посмотреть, как оно выглядит. Такая вот зависимая, да, интересная, у которой есть параметр. Соответственно, в определенный момент происходит изменение этого параметра, что приводит к резкому уменьшению количества аварий. Соответственно, есть момент времени, если время меньше какого-то значения, то, соответственно, будет такая вероятность аварии, да, если больше, то такая вероятность, вернее, такое значение параметра. Есть S, это случайная величина, которая случайно распределена, да, но при этом зависит от двух величин, T1 и T2, то есть начало и конец, то есть по сути у нас есть такая ступенька, ступенчатые изменения этой величины и есть просто обычное экспоненциальное распределение, которое где-то дальше будет, а, ну, по сути, они здесь используются, да, вероятность аварии, как тоже некоторая случайная величина. Значит, что отличается здесь, да, что здесь вот предлагается, если до сих пор мы использовали модель стандартную, которая входит в пакет по MC, то здесь за счет того, что появляется некоторая логика, некоторая причинно-следственная связь уже логического характера, да, здесь предлагается создать новую модель, унаследовавшись от старой модели. Соответственно, предлагается здесь, ну, тоже точно так же предлагается завести некоторые случайные величины, и плюс есть специальный тип объекта, это переключатель, это некоторая логическая величина, некоторое логическое правило, когда оно происходит, да, когда некоторая переменная switchpoint становится больше, чем текущий год. До нее будет такое значение, после нее будет такое, то есть это алгоритм-ступенька, который позволяет вам описывать вот такие модели, связанные с некоторыми событиями, произошедшими. Вот, и, соответственно, тоже тут просто распределение фасона задается, и rate задается как тоже вот этот логический переключатель от двух, от набора случайных величин, в частности, год. Что еще интересного, ну, дальше все то же самое, тоже запуск на моделирование, здесь продвинется, что сам метод Монте-Карло немножко сложнее строится, то есть он уже стоит из двух шагов, это не просто прозвонка, а это прозвонка в два шага, то есть сначала поиск для текущего состояния некоторых двух результатов с прошлого раза, там early rate, late rate, для двух видов вероятности, а потом использование какого-то алгоритма Metropolis, Metropolis-Samples, не уверен, что это такое, для того, чтобы уже сработать со switchpoint, то есть, по сути, у вас процесс, моделирования разбивается на два, первый вы моделируете для двух ситуаций, значит, ситуация, когда у вас, скажем так, высокая вероятность катастрофы, и отдельно низкая вероятность катастрофы, и дальше используйте результаты этого моделирования для того, чтобы использовать уже некоторую логику переключения между двумя этими моделями, по сути, у вас сейчас есть две модели, есть точка переключения между ними, вот, которая описывается вот этим switch, switchpoint, и это позволяет вам, соответственно, обнаруживать с некоторой вероятностью момент этого переключения, то есть, комбинируя вот эти две модели, такая вот композиционная модель, стоящая из двух подмоделей, здесь, собственно, приводится просто уже результат расчетов, несмотря на то, что задачка достаточно простая, до всего 120 лет, 20 сэмпов, занимает 7 секунд на компьютере, что очень немало современного компьютера, естественно, что если там было бы данных намного больше, то это могли бы там часы, дни или месяцы расчетов, вот, тем не менее, система смогла реконструировать значение всех переменных, да, в частности, вот, наиболее вероятное время переключения, да, где-то в 1890 году, условно говоря, да, если там посмотреть исходные данные, то как раз где-то вот в этот момент времени и произошло радикальное изменение, то есть было там 4, 5, 1, 4, 3, там 4, 2, 6, 5, 5, 5, там и так далее, да, а потом резко стало меньше, то есть где-то вот как раз через по 16 лет начиная с 51, да, то есть 67 лет, еще 16, это 70, 84 года, условно говоря, и где-то как раз, да, к 90-му году, к 1890 году что-то произошло, да, и резко упало количество аварий, ну, действительно, система, видите, смогла определить, что событие произошло где-то здесь, вот такой тоже пример вероятностной программы, описываемой там всего в 5 уравнений, на Пайтоне эти 5 уравнений это всего, там, не знаю, 10 строчек, но при этом она решает такую совершенно нетривиальную задачу, при том, что это всего лишь учебный пример, да, можете пофантазировать на тему того, какую задачу можно было бы решить с пользой этих инструментов и всего лишь наборов данных, то есть байсовский подход, он в данном пакете достаточно неплохо реализуется. Ну, также можно тут отдельно рассматривать, что можно при своей модели создавать, свои распределения, свои зависимости, в частности, эти зависимости, они используются, ну, здесь такой, это же называют его crazy, crazy модуль, да, какое-то сумасшедшее преобразование, неизвестно кому нужно, да, какое-то несуществующее в природе и в науке преобразование, которое просто взяли придумали с потолка. Соответственно, вот тоже его можно закодировать произвольным образом, да, иметь свою собственную модель случайной величины. Много всяких возможностей здесь, отрасль очень активно развивается, многие ученые этим сейчас занимаются, развитием этих вероятностных методов, вероятностным программированием, да, но если так, чисто на скидку сейчас, вот те задачи, которые мы там изначально рассматривали, да, что у вас есть некоторый граф, и в нем, соответственно, есть заданные таблички, то есть есть причины, есть следствия, да, и нужно посчитать, что будет на выходе, какие вероятности. Вот, соответственно, ну, ответ, например, на вопрос, сколько курильщиков попадает в госпиталь, там, или сколько ковидных больных попадает в госпиталь, и так далее, при том, что там попадание как бы комбинации там учитывать, вот такого рода модели, то есть как их в PMC описывать, ну, точно так же, да, то есть можно задать модель, есть специальный тип категорий, да, то есть не непрерывная величина, а категория, и есть тоже некоторые сэмплеры, то есть в принципе все то же самое, что мы только что рассматривали, которое позволяет вам вот вычислить на выходе некоторые логические утверждения, да, если, грубо говоря, у вас есть измерение, что человек-курильщик, и он попал в госпиталь, да, какова вероятность, что он заболел ковидом, там, 0,49, да, если он не курит и попал в госпиталь, какая вероятность, что он заболел ковидом, ну, вероятность очень высокая, то есть, грубо говоря, курильщики могут, грубо говоря, с каким-то заболеванием, таким, похожим на ковид, попасть гораздо реже, чем люди, которые не курят, например. Тоже такой небольшой парадокс был в эпидемии, что злостные курильщики реже попадали в реанимацию, в больницу. Вот такой пример тоже. Как вот такие вот... То есть то, что мы с вами на прошлом занятии изучали, где тесты делались, эксперименты. То есть, может быть, вместо госпиталя будет ваш тест на заболевание. И посчитать, какова вероятность, что там тот или иной студент является больным, если у него результат положительный. Вот тут пример такой простой сети, то есть байсовского логического вывода. Естественно, что такие выводы могут быть гораздо сложнее. То есть можно в интернете найти примеры, но по МС, как промоделировать более сложные сети байсовские для того, чтобы рассчитать, например... Ну, то есть получить ответ на вопрос, сколько, например, курильщиков попадает с ковидом в госпиталь и так далее. Вот, наверное, про вероятности больше мы с вами не будем говорить, потому что у нас уже декабрь наступил, да, и нам нужно еще успеть про вот эти три темы поговорить. Поэтому, наверное, пока мы про это не будем дальше двигаться. Вот, в следующий раз, наверное, посмотрим, в какое-то из этих трех направлений мы двинемся дальше. Вот, наверное, сегодня все, тогда через неделю продолжим. Продолжение следует...